Вы просто понимали, из каких уст вы услышите информацию о нашей продукции. Итак, Наталья Михолаевна. Михолаевна. Добрый день. Ну вот сегодня у нас такой день, да, все-таки суббота. Суббота, ну как на ходу день у всех, да. И, конечно, все стараются в том, что-то там постирают, что-то убрают, все-таки вот такую скучную работу, да, можно сделать. Поэтому я очень рада, что мы сегодня с вами здесь, и мы занимаемся не скучно, да, вашей работой, да, картофель, стены и так далее, а мы занимаемся вопросами здоровья. Почему именно здоровье, а не болезней? Вот, честно говоря, я на очень большой стаж работы, и я много лет провела, начиная с 15 лет. Я работала в разных, начала работать вчера на, вот. И меня медицина вчера начала интересовать еще в школе. Ну, мне, наверное, 10 было, я уже хотела быть врачом. Ну вот. И когда я столкнулась с больницей, с пациентами, не всех хотелось вылечить. Вот у меня такое было желание, и я всегда думала, ну вот я закончу медицинское училище, буду медсестрой и всех вылечу. Получилось, что нет, я не всех могу вылечить, да? Потом, мол, ну сейчас я вот закончу институт, буду работать с врачом, тоже всех вылечу. Потом оказалось, что ко мне приходят одни и те же пациенты на прием полигрифика или штационар. И оказывается, в острые болезни тихонечко переходы хронические. Я и все улечу, улечу, а они что-то как-то и не подают с лечением. И мне все время хотелось иметь набор таких средств, что я бы дала какую-то конфетку, маленькую, да? И теперь поправился. Я всю жизнь об этом мечтала. Потому что Гиппократ когда-то в свое время, да, говорил, что наступят такие времена, когда наша пища будет лекарством, а лекарство будет пищей. Я думаю, когда же такие времена-то наступят? Думаю, уже 20-х, это же 21-й век. У меня всегда была такая вот надежда, что вот все нас готовили к этому, что 21-й век это будет век перемен, и мы сейчас как выйдем куда-нибудь в какие-то перемены, то у нас все изменится. У нас изменится абсолютно отношение к себе, к здоровью, к своему, да? У меня-то изменилось отношение. И вот у меня такой наступил период. Я работала много лет, 20 лет я работала в институте, учила у студентов, да? Я работала у ассистентов Капина, кандидат медицинских наук. Я уже по своей профессии, я врач инфекционист, преподавала много чего, рассказывала, и всем уговорила, что нужно восстанавливать свое здоровье. И когда в 94-м году встал вопрос о моем собственном здоровье, я пошла не в поликлинику, я знала, что там мне не помогут, я пошла в нефстационар, я пошла в сетевую компанию. Потому что там были средства для оздоровления. Вот с 94-го года, познакомившись с сетевым маркетингом, я не только свое здоровье восстанавливала, я не спешила, как свое восстанавливала, потому что я не знаю, что вы знаете, но медиков очень мало платят на самом деле. Это все думают, что медики, там они лечат все, да? И там вот такие деньги заросли, да ничего подобного. Там очень маленькие деньги на самом деле. Деньги всегда не хватало. А были времена, вот у нас в 90-х годах, у нас нас тут вообще не давали на денег. Как выживать трудно, сказать, если вы не сетевые компании, да? Я бы, честно говоря, я бы не смогла бы выжить в этом мире. Почему же нам нужно восстанавливать здоровье, а не лечить болезни? Об этом, кстати, все время говорила мать Тереза. Вот она еще была жива. Она говорит, не надо, если у нее спрашивали, почему вы не боретесь против войны? Она говорит, а я не борюсь против войны, я борюсь за мир. Я спрашивала, почему вы не боретесь против СПИДа, против болезни? Она говорит, потому что я борюсь за здоровье. И это правильно. Если человек правильно к себе относится, и он правильно это понимает, он начинает восстанавливать свое здоровье, а не бороться с болезнью. Бороться с болезнями, я вам скажу, Это проигрыш. Это медленное ползание в сторону кладбища. Ничего другого нет. И вот фармакологи даже сейчас они тоже понимают это. Потому что сейчас появились уже такие средства, которые могут убить человека. Вы даете человеку, например, средства для дыхания, чтобы он легче дышал, которые вызывают осложнения в виде остановки сердца. И там написано в аннотации, когда вы коробочку открываете, там написано в мелких-мелких почерках, что возможно такое осложнение в виде нарушения ритма, когда начинается трепетание предсердника, трепетание желудочка, одновременно, которое может привести к смерти. Смертельному исходу. Я когда такое прочитала, я подумала, ну как можно такое писать? А потом думаешь, пишут правду. И каждый человек сам выбирает, надо ли такое лекарство принять или не надо. Наша компания вышла на рынок пять лет назад. Вот за это время столько людей поправили свое здоровье, столько людей отказали, ушли от болезней. Вы не представляете, огромное количество. Чем наша компания отличается от других компаний? У нас же много сетевых компаний, которые тоже вроде бы как предлагают средства для здоровья. Во-первых, многие компании предлагают в виде капсул, в виде таблеток, в виде каких-то растворов, которые нужно принимать внутрь. Когда вы принимаете внутрь, вот эта трава или там набор трав, да, поступает в желудок. В желудок, конечно, агрессивная среда, на самом деле. Там очень много ферментов, которые должны расщепить эти все составляющие, да, пройти потом в кишечник, потом из кишечника сосаться в кровь, потом из крови поступить в печень, пройти печень. И только потом уже, да, через там сколько-то определенное количество времени, там, может быть, в течение 72-х часов, да, они могут поступить в виде питательных веществ в клетку. И то 30% всего. Не забывайте об этом. Лекарства, которые мы используем, да, действуют на 10%. Поэтому нам приходится 2-3 раза в день принимать их, да, чтобы, ну, какое-то было, предположим, какое-то количество, которое подействует наконец-то. И объем добавки, который мы принимаем, вот в этих таблеточках, в капсулах, в растворе, они действуют тоже не сразу. Поэтому вы результаты ждете через 2-3 месяца, и вас об этом предупреждают. Вам говорят, что если вы будете принимать, это не сразу у вас пройдет, потому что вам придется принимать 2-3 месяца дебекарства. А наши средства, да, тоже из трав, да, вы рассасываете эти вкусные конфетки под языков, там огромное количество капилля. И сразу же, так технология производства сделана, сразу же поступает в кровь. У нас давление в крови высокое, да, в сосудественном давлении, где-то 110, 150, а то и 200 давление в крови, да. Представьте, с каким, с какой скоростью распространяются эти все средства, которые организм уже в готовом виде получает. В течение от 3 до 7 минут организм уже получил все эти средства. И результат сразу же, на лицо. У нас, вот на сегодняшний день, 14 разных видов, да. Первое, конечно, когда к нам люди приходят, мы еще не знаем, какие там у них проблемы. То первое, конечно, в первую очередь мы всегда рекомендуем принимать средства для очищения организма. От чего чистить-то надо, да. Мы тогда вспомним, что такое старость. Старость – это накопление токсических веществ и обезвоживание. И вы видите, как вы меняетесь на фотографии, да. Когда вам было 18 лет, такие красавцы, красавчики, да. Когда вам 40 лет, и вдруг смотришь, что когда тебе 40, ты уже выглядишь не на 40, а на 60. А когда тебе 60, ты выдашься на 150. Понятно, да. Почему? Один год будет в 40 лет. Вы не смотрите там на Пугачеву, там где на великих артистов, да. Которые искусственным путем сделали, да, можно сказать. Это не те люди, на которых надо ориентироваться. У них абсолютно другая жизнь, другой темп жизни. И другие зарплаты, и вообще другие совершенно косметические средства и все прочие, другие операции. Мы говорим об индивидуальном оздоровлении, об омоложении собственного организма. Но не путем насильственных каких-то действий, там, путем операций, да, путем там силиконовых каких-то, там, подтяжек и всего прочего. А путем восстановления собственных клеток. У нас их в организме 10-14 степеней, нам надо, что их все восстановить. И тогда наступает омоложение. И действительно люди начинают омолаживаться буквально с первых дней приема наших средств. И вот смотрите, для очищения организма, от чего будем чиститься? От ядовитых веществ, да, от токсических всяких, которые мы из воздуха получаем, из продуктов питания получаем, да. Со своих собственных рук, когда мы что-то такое едим, из тех продуктов, которые мы в магазине покупаем. Вот буква Е, да. Буква Е – это синтетические средства, пищевые добавки, которые разрешены Минздравом. Это не значит, что они разрешены, чтобы нам улучшить жизнь. Нет, чтобы улучшить качество продуктов, и чтобы мы могли есть эти продукты с удовольствием. Вот мы покупаем эту газность в магазине, да. Считаем, что это продукты питания. На самом деле это не продукты питания. Это чтобы нас успокоить, чтобы мы что-то съели. Потому что продуктами питания являются растения для нас. Или натуральное мясо, или натуральная рыба. Ничего другого. Ни колбаса, ни хлеб, который мы сейчас едим. Это не продукты питания. И вы это должны четко понимать. Мы не получаем с ними ни витаминов, ни антиоксидантов, ни микроэлементов. Ничего. Абсолютно. Но мы это все запихиваем себе в рот. В виде бутербродов, в виде печенья, в виде солей и так далее. Ну, что делать? Не все так думают о питании, как надо думать, да. Мы можем изменить как-то эту ситуацию. Мы можем с помощью наших средств. Вот наш МЭЛС, например, да. МЭЛС. Это средство, которое очищает организм от токсических веществ, заставляет работать активно кишечник, мочевую систему, потовые и сальные железы, слюнные железы, да. Желчеводящую систему. В общем, все системы, которые бывают от токсических веществ. С помощью травы. Но, одновременно, очищая наш организм от токсических веществ, он и питает эти средства, питает организм. То есть мы с этими травами, с этими растениями, там ягодки есть, да, вот обратите внимание, какие-то корени есть, листики и так далее. Там 45 видов растений различных. Мы получаем витамины, которые нам необходимы. То есть мы получаем, редко получаем питание. То, что без питания ни одна клетка работает не будет. Она получает одновременно микроэлементы, которые необходимы всему организму. Она получает одновременно антиоксиданты, то есть отисляются недоокисленные продукты и очень плавно выводятся в организм. Очищаясь, клетка начинает функционировать. И первое, что она делает, она выгоняет, сама клетка выгоняет различные виды паразитов. Прежде всего, это внутриклеточные паразиты. Это вирусы, это грибы, это мелкие какие-то бактерии, и это глисты. И вот человек говорит, принял, да, и говорит, а я ничего не почувствовала. А я спрашиваю, а вы сегодня в тролете были? Ну что, я там каждый день и не один раз, да? А вы видели, что выделяется? Нет, я не смотрю никогда. А зря. А вы смотрите, вы наблюдаете. У некоторых людей начинает моча темная выделяться. Это токсические вещества, так и образом выделяются. У некоторых, например, усилится потоотделение. Влажные дни становятся, да? Ладошки становятся влажные, под мышками становятся влажные, да? В паху. Это тоже работают потовые железы. Это тоже выделение токсических эффектов. Это что надо просто пойти и можно два-три раза в душ принять, да? Сейчас практически у всех ездят. Кроме того, у некоторых начинается насма. Таким образом очищение организма идет. И, как правило, самое главное, улучшается общее самочувствие. То есть начинает подниматься тонус. То есть если раньше там какая-то сомливость была, эта сомливость проходит там два-три дня, и сомливость прошла. Алик. У нас очень многих людей, вот сейчас начнут ввести растения, аллергические реакции, да? Это на цветение растений. На тополь. По цветущему любому растению. Вот эта аллергическая реакция, это вообще бич для многих, да? Никакие лекарственные препараты, как правило, не помогают. А если они и помогают, то в отравляющих дозировках. То есть очень тяжело принимать и постоянно находиться на этих таблетках. А это снимать энергии, буквально в течение 10-20 минут. Конечно, одна таблетка может быть одна, а кто-то даже не снимет. Может быть, надо попринимать подольше. Может быть, это нужно попринимать где-то неделю, да, в течение месяца, а то и трех месяцев. Потому что, как правило, к нам приходят уже те люди, у которых уже серьезные проблемы. Театез у детей проходят в течение двух недель. Вот маленькие детишки, некоторые даже не могут молоко матери использовать, да, на питание. Потому что у них идет сразу же такая реакция кожи, да? Щеки красные, а то у некоторых даже настолько вот эта реакция сильная, что даже какая-то цукровица выделяется. И дети беспокойны, живот сдувается. То есть у ребенка не хватает каких-то ферментов. И очень много токсических веществ в организме, которые получила от мамы. С тем сам молоко. Альп все снимает. Буквально растворяешь вот эту малиновую конфетку в воде, да, на 100 грамм, и даешь ребенку выпить. Две-три недели, и все исчезает. И пипетка. Ну, зачем пипетка? Господи, ребенок, как правило, соску сосет. Дать ему вначале пилетилин и выпутылочку на ледину, да, маленькую? Дать ему выпить. А потом в течение дня там вот сто миллилитров исполить ребенку. Одну штучку. Вы поймите, во всей этой продукции нет ни одного химического компонента, только натуральное средство. Нет ни одной превышающей дозировки какой-то. Здесь такая технология производства, это супер, которой в мире еще ни у кого нет. Она единственная в нашей компании. Поэтому нам, я считаю, очень здорово повезло, что мы сейчас здесь, что мы можем использовать в питании вот эти данные компоненты, да, в виде очень вкусных таблеток, вкусных конфеток. Взрослые люди, которые не переносят там клубники, вот сейчас клубника продают, начнет продаваться натурально, да, и переносят какие-то другие фрукты, у которых сразу аллергическая реакция вступает в виде крапивницы, там еще что-либо. То же самое. Две-три конфетки, да, перед клубникой, и никакой реакции не будет абсолютно. А если человек в течение месяца, двух месяцев попринимает вместе Альф и Мэлс, то аллергия он вообще забудет о ней. Почему же вы принимаете эти одновременно? Потому что очень часто причиной аллергии являются те паразиты, которые живут у нас. И если выгнать, да, и убрать токсические вещества из организма, то никакой аллергии уже не будет. А ведь есть еще такое состояние, которое называется аутоаллергические заболевания. Это страшная вещь, которую практически можно лечить только там, ну, не лечить, а протить жизнь человеку только гормонами. И не всегда удается вылечить это заболевание. Иногда люди мучаются из заболевания суставов, да, из заболевания кожи, и очень много. Псориаз, аутоаллергическое заболевание. Три месяца лечения нашими, вот этими, оздоровления нашими средствами и псориаза нет. Ну, потом мы расскажем примеры, да. Гроум. Это набор витаминов. Набор витаминов. Детишки вот на этом груум поправляются от всяких там ОРЗ, аденовирусной инфекции, там от гриппа, да, и даже от кишечных инфекций поправляются буквально в течение нескольких часов. Буквально отдаешь им там, они с удовольствием все-таки едят. Можно давать детям от нуля, да, или старше. Никаких аллергических реакций не будет. Наоборот, все исчезает. Все аллергические реакции. Это набор витаминов. Это набор там 320 сантиоксидантов. То есть все ненакисленные продукты распада в организм, выход из организма очень быстро. Организм очищается. Можно и детям, и взрослым. И если, предположим, человек заболел от ОРЗ, он только начинается там на астмах, да, только там в глазах начинает болеть, только начинает подниматься температура, две штучки под язык положили вот этого, ГРОУ, больше можно ничего не принимать, только ГРОУ. Каждые два часа. Принял две штучки, потом через два еще две штучки, еще через два. Я вас уверяю, утром вы будьте здоровы. Вам не нужно будет брать больничный, вам не нужно будет болеть, вы забудете о том, что вы вчера чем-то болели. Ну, возьмите свой сахар под контроль. Норм – это средство, да, которое восстанавливает углеводный отмен. Углеводный отмен – это не только поджелудочная железа, это и щитовидная железа, это и гипофиз, это все железы внутренней секреции, но это еще и набор вот этих вот глюкозы, да, в виде гликогена, который накапливается в мышцах. То есть это очень сложный процесс. Так вот, если, предположим, после еды, после карты еды, одну таблеточку или одну конфетку рассасывают, да, то оказывается, уровень глюкозы начинает снижаться, а глюкоза – норма, да, то пять с половиной. Все, что выше пять с половиной в крови, это уже как токсическое действие оказывает глюкоза. С одной стороны, нам нужна глюкоза, чтобы мозг кормить, да, а с другой стороны, когда ее слишком много, это уже интоксикация. И у людей появляется жарство, появляется теплокое самочувствие, да, они за флоку распадают, да, гипергетелин – страшная вещь, сахарный диабет. Чтобы этого не было, даже те люди, которые находятся на инсулине, принимая норм, восстанавливают уровень глюкоза в крови до нормы. То есть можно избавиться. Если это не в раннем возрасте началось заболевание попозже, да, то, в принципе, это заболевание, от которого можно избавиться. Но не путем лечения сахарного диабета, да, таблетками, а путем оздоровления. То есть давать организму те вещества, которые убирают лишнюю глюкозу, восстанавливая обменные процессы в организме. У нас очень много случаев, когда люди отказывались и от таблеток, и от инсулина, и от полностью выступал на здоровье. Сердце. Мы все знаем, что нам нужно лечить сердце, да? Вегетов сосудистой пистонии, сейчас уже у детей есть десятилетие, которые сидят около компьютера. Очень много стресса. Так вот, хард – это средство, которое восстанавливает уровень давления, правильное, да? Ужно давления артериального. Устанавливает и убирает боли, наркулизует работу сердца. То есть великолепное средство. Вот есть люди, которые уже сидят там по воду на этом средстве, ну, вот-то полтора года, да? Но зато они избавлены от всех дополнительных химических средств для лечения сердечных заболеваний. Вы поймите, что вот те таблетки, которые больные, и ишемическую болезнь сердца принимают, они не излечивают заболевания сердца. Она шкафу излечивает. Каким образом? Питает мышцы, да? Питает клетки сердца. Там же есть еще автоматическая нервная система. Есть, да? Которая, если нарушена, то наступает аритмия. Восстанавливается еще и нервная система сердца. Исчезает аритмия. Восстанавливается сердечное, артериальное табление, да? Но вот эти средства, которые принимает человек вот в харте, здесь вот полностью на весь организм, не только на сердце. И поэтому у человека наступает оздоровительный эффект. Конечно, это... Если человек, там, 25 лет шел к этому заболеванию, за 3 дня вы его не излечите. Но те люди, которые принимают уже этот препарат, вот этот вот, наша вот эта вот формула, да? Второго сердца. В течение года многие избавились от энергии, многие избавились от аритмии, да? У многих давление артериальное стало нормальное. И многие отказались от тех препаратов, которые они раньше покупали в аптеках и тратили много денег. Победа на бурю, да? Стоп-боли. Это средство, которое снимает спазм. Мышечный спазм. Поэтому головная боль проходит, любая боль проходит, зубная или это будет. Это мышечные боли, да? Это боли спастического характера. Это радикулиты различные. Те, которые приносят человеку большие страдания. Не тянуться там за альгином, там или за седалгином, или за какой-то химической забавкой, да? Химический препарат. А взять вот эту, одну-две штучки подъезда. Я вас уверяю, через 5-7 минут никакой боли не будет. Испытано уже, многие люди, я на себе испытала это, например, когда у меня суставы болеют, я две штучки приняла, я была просто в шоке. Я говорю, ничего себе. То есть в аптеку вбежать не надо. Конфетки положил с собой, их рассасываешь с удовольствием, да? И такой эффект хороший. Слайд. Вот я в эту компанию пришла ради слайда, потому что у меня очень болели суставы, очень болела спина. Я сюда, можно сказать, приползла, еле-еле поднялась. Ну, там у нас, вначале на первом этаже был, а потом мы сюда переехали через месяц. Я вам сказала, так суставы болели. Я думала, что они еще, и мне врачи, вот поликлиника, санкционарные, неврологи, травматологи, а здесь все говорили. Да вы не волнулись, доктор. Мы вас прообилируем. Мы вам все суставчики заменим, искусственные, и вы будете бегать. Но я видела своих знакомых, которые прообилировали. И что-то они не бегали у меня. Они ползали еле-еле с палками, такое как. Потому что вы не убираете причину. Причина это в токсических веществах, которые накапливаются в суставах. Их же надо каким-то образом убрать. Да вот Слайд делает это. Он восстанавливает клетки. Он убирает токсические вещества из хрящевой ткани, из суставной ткани. И самое-то главное, что Слайд действует не только на суставы, улучшая их работу, но еще действует на кожу, восстанавливает кожу. Кожа становится гладкая, ровненькая. И вот те люди, у которых там псориаз, неродермит и так далее, они тоже принимают Слайд. И у них очень быстро происходит сжимление. Кожные покровы становятся гладенькие, чистенькие, отсутствуют всякие там, предположим, образования. Релакс. Мы все нервничаем, да, по какому-то поводу, без повода. У нас масса всяких стрессов, да. И релакс нам сейчас каждому первому не обходил. То зарплату не дали, то там нам пришли чеки, там, положено, на квартплату в два раза дороже, да. И мы все нервничаем, по этому поводу, без повода. И вот оказывается, релакс, средство, которое снимает внутреннее напряжение. Ну, и пришел чек, ну, или ладно. Ну, заплачусь все равно, да. То есть, человек совершенно по-другому начинает смотреть на окружающий мир. То есть, он не тупеет, когда таблеток от некоторых, да. Тазопам поднимает, для того, чтобы там спать, или там не нервничать. И человек тупеет буквально, с ним разговариваешь, и смотришь в его глаза. А он тебя не видит, он смотрит на тебя непонятно какими-то глазами. Потому что, господи, в кого человек превращается, принимает таблетки такие сильные, да. Хотя, это придумывали специально для психически больных людей. Ну, спокойно в аптеке продают абсолютно всем. Хотя, это было раньше запрещено делать. Ну, фармакологи, у них там своя, там, миссия в этой жизни. Так вот, релакс, он снимает вот это напряжение. И чем успокаивается. Любой стресс можно снять. Причем в течение 5-7 минут. Да не о чем-то для этих препаратов не действует. Причем никаких последствий. На следующий день у него жизнь удалась, все нормально, розовые очки отделаны, семена, и абсолютно уже по-другому сможет на окружающий век. При этом начинает нормально нормализовываться давление, при этом выводится огромное количество токсических веществ из организма, потому что очень хороший лучевой эффект. Пробуди жизненную энергию витамины группы В. Все знают, что витамины группы В от них зависит вообще наша жизнь человеческая. Это и сосудистая система, это и нервная система. Без них не работает ни одна система. Если витамина какого-нибудь не хватает, а их там 17 штук разных, то, естественно, жизнь человеческая начинает меняться в худшую сторону. Это и слабость, это начинают всякие заболевания, если в лично-сосудистые присоединяются. И нервная система начинает не в порядке, это радикулизм развивается. И поэтому даже когда в сенсорах поступает человек, в первую очередь ему внутривенно начинает вводить витамины группы В. И он говорит, как хорошо, какой хороший, когда хорошая больница. Наталисту мне полегчало. А здесь вы даете под язык одно дрожжет, и у вас все симптомы, заболевания, многие симптомы начинают с СНР. Да не надо в больницу идти, кого себе эти вот внутривенно лекарства физические. Очень многие проблемы можно решить. И там лень и нормализуется, и боль в суставах проходит, и аллергические реакции проходят, и человек становится спокойнее, и кожа становится лучше. Всего лишь в течение месяца попринимать вкусные вот эти конфетки подъездных половин, и очень многие проблемы начинают исчезать у человека. для мужчин у нас есть паула мужской конкретно, это если у человека есть простатин, или есть аденом, кстати, железы, или бесплодия, или какие-то вообще проблемы с потенцией, паула мужской решаются проблемы. Но оказывается, паула мужской, да, паула мужской, он не только помогает мужчинам, но помогает и женщинам, когда у них паула мужской, паула мужской, очень хорошо дробят эти камни в очевыводящей системе. Очень многие приходят, например, и говорят, вы знаете, сделал УЗИ, были камни, попринимал паула мужской, и так, принимала речную, да, и вдруг обыденно не обнаружили УЗИ. Это уже фактически подтвержденный результат. И самочувствие вообще улучшается. Вы учите каждое, каждое, абсолютно каждое средство из этих 14, которые у нас сегодня, да, вот здесь вот, каждый из них чистит клетку, кормит ее, да, ваша задача только водички попить, полтора гитра в день, обязательно, потому что нужно чем-то выводить токсические вещества. Это не алкоголь, не компот, не молоко, да, это чистая вода. Обычно чистая вода не кипяченая давно будет, очищенная. Павер женский. Вот у нас приходит климакс, да, ранее, вот в 42 года уже есть женщины, у которых климакс начинались. То еще рано, 150 тоже будет климакс. Да, они в 42. Затем бесплодие женское, да, всякие там, предположим, там, кисты яичников, там, фибробиомы, да, вот, пожалуйста, мелс от паразитов и порог женский. Результат потрясающий. В течение месяца, двух месяцев все заканчивается выздоровлением. Отличный вид. Очень много примеров на это, на этом поводу. Очень люблю следствия, следующее, вот это АИС. Это желудок, поджелудочная железа и кишечник. Первая система, которая выходит в строй у человека, у всех одинаковых, это пищевательная система. Почему? Потому что мы каждый день два-три раза, а то и пять-шесть раз едим, и туда все кидаем, и кидаем эту систему, и все это должно работать как часы. И получается, что у нас, да, через какое-то время и желудок начинает страдать, да, и поджелудочные железа умные не страдают, а кишечник тем более. Я не знаю ни одного человека, ни одного человека, который к нам пришел за здоровьем, и когда с ним разговариваешь, обязательно есть проблемы с кишечником или с желудком. Ну, они как бы это. Да вы знаете, у меня это не беспокоит. Ну, потом уж там стол один раз в три дня, ну и что? Ну и хорошо, это что вы так едете в теканах, да? А организм это плохо, он не бывает токсические вещества. Так вот, айс, он решает эти проблемы. Он восстанавливает работу кишечника, желудка и поджелудочной железы. Причем восстанавливает. Если жидкий стул, он нормализует его, если заборы, нормализуют это все. Великолепное средство, можно лечить и острые кишечные инфекции, там что-то съел, инфицированную какую-то пищу, отравления различные, а можно просто с профилактической целью. У кого-то сдувается живот после еды, если нехватки ферментов. У кого-то дисбактериоз, практически у 85% населения, да? Вот, айс все эти вопросы решает. И очень хороший препарат, очень, я считаю, что один из самых достойных, это хепар, для очистки печени. Я вам скажу так, что где-то к 20 годам, к 20 годам у людей, у молодых людей, да, возникает ожирение печени. Почему? Очень много токсических веществ, и организм, да, он пропускает больше двух тысяч литров крови, проходит сузки через печень. Чистая кровь идет постоянно от токсических веществ, потому что кровь должна быть чистая. и если у нас в крови огромное количество накапливается токсических веществ, из кишечника, да, то там токсические вещества из листы сбрасывают, да, там и те продукты, которые мы питаем, получаем уже с токсическими веществами, все проходит через печень. Куда печень сбрасывает все, да, а если человек мало жидкости бьет, мало воды бьет, то у него просто жилщик плохо образуется, она становится очень пустая, она не вытекает в виде киселя, да, жилщик, она должна быть жидкая, она становится плотная, и вот организм что делает, он образует дополнительную жировую ткань, куда заталкивают токсические вещества, и поэтому на УЗИ уже есть ожирение печени даже у 20-летних, у 15-летних, особенно если есть вес уже лишний, идет ожирение внутренних органов печени и поджелудочной железы, это потом в дальнейшем выливается в предположим печеночную недостаточность, это будущий рак, да, может быть не печень, а каких-то других органов, но это еще и сахарный диабет второго типа, если идет ожирение поджелудочной железы, так вот печеночный препарат, у нас печень, кстати, единственный орган, который восстанавливается еще быстро, единственный орган, который восстанавливается буквально еще несколько часов, так как только вы даете хепар, в течение месяца, куда и девается это ожирение, но мало того, у нас уже есть результаты такие, когда вирусные гепатиты B, C, выздоровление наступают через 3-4 месяца полностью, будь то острый гепатит, или хронический гепатит, немедленно, МЭЛС, АЛЬ, и ПАУР, и ХЕПА, и наступает выздоровление, я вам скажу честно, в официальной медицине выздоровление от вирусного гепатита C, еще не очень-то зарегистрировано, их нет, хотя у нас очень огромное количество различных препаратов используются, противовирусных, которые мы должны излечивать, но, к сожалению, такого результата нет, а у нас есть. В кое-что в плане результатов, конечно, я бы хотела поднять на несколько человек, которые бы рассказали о своих, потому что я буду о своих результатах рассказывать, я долго буду, а я хочу, чтобы вы лично сами рассказали, вот у Маши, из-за того, что их удалят, так же. Пожалуйста. Я продукт ем с июня месяца, я сюда пришла с воспалительным процессом в суставах. У меня очень утекали ноги и бывает температура в суставах голеностопных. И буквально в течение месяца эта температура ушла и суставы восстанавливались. Ну, отечность периодически еще бывает, и у меня 30 лет, болела спина очень сильно, так как я была, приходилось тяжести постоянно поднимать, на ногах работала, и поэтому вот уже год я не страдаю этой проблемой. А так у меня было все, я прошла реабилитацию, был назначен день на операцию, постоянно в течение 30 лет лекарства, уколы, массажи, физкультура, лечебной ничего не помогала, просто боль всегда была. Я просто очень довольна этому продукту, вкусно, удобно и очень сильно восстанавливает. Спасибо. Аплодисменты, Аплодисменты, кто у нас тут еще, пожалуйста, кто вы хотите рассказывать о своих результатах? Не вижу. Вот я буду, что ли? на самом деле что-то такого глобального результата нету, но я до этого просто был в другой компании и как-то слышал про наши дрожжи и с высоты своего высокомерия очень, скажу честно, нелестно отзывался, потому что неверим, что это работает. И в какой-то момент встретился со своим наставником, с девушкой, которая в то же время интересовалась в моей деятельности, что я в тот момент делал, и она поделилась со мной, я говорю, слушай, я уже слышал, видел, не верю. Ты просто попробуй и все. И она мне дала стоп, чтобы, слушай, я постоянно много чего уже ем, и я говорю, ты попробуй. Мне ничего не больно. Ну ладно, а ждут момента, когда заболит, тогда и протестирую. И действительно, такой момент у меня наступил, голова заболела, вот, и вовремя вспомнил, думаю, ааа, у меня есть эти конфеты, сейчас я докажу, что это не работает. И, соответственно, она мне все объяснила, говорит, очень важно, что как валидон, под язык, и говорит, это действительно важно, потому что если так разгрызть, съесть, то, говорит, просто ничего не сосет, надо именно под язык. Я, значит, кладу, ну, не знаю, как у кого, у меня первый раз, ну, машина, ну, она же вкусная, она же конфетка, и я, соответственно, ее рассосал, и под конец ее разгрыз. То есть, ну, неполноценно все-таки я ее использовал, и голова, естественно, не прошла. Я говорю, ага, не работает. Ну, думаю, нет, все-таки для частоты эксперимента надо, во-первых, она мне предупредила, что на мой вес, и надо, короче, две, как минимум. Я беру вторую под язык и уже контролирую, чтобы она была под языком. И вот это вот я как-то отвлекся, что ли, как бы момент, причем я не пил ни воду, я сидел на одном месте, я там ни на что не отвлекался, чтобы другие факторы не повлиять. Но я на самом деле, когда вот она держала ее, отвлекся и не заметил на самом деле тот момент, когда вот начала голова проходить. И хотел уже сказать, ну, все, не работает, а потом задумался, блин, не болит. Есть какой-то, на самом деле, в тот момент у меня был какой-то вот такой уж да, не дам, но не болело. То есть я там отжался, то есть, когда я жимаюсь, то есть, соответственно, сердце, сердцебиение, то есть такой приток бодрости, и голова, если не болит, она сильнее заболела. Не заболела. И, соответственно, думаю, блин, работает. И вот это, на самом деле, для меня послужило тем фактором, который я с ней в очередной раз встретился и говорю, ну, слушай, извини, был неправ, признаю. Да, то есть нужно было сначала попробовать, узнать, а после этого уже делать выводы. Поэтому вот такой вот у меня интересный результат. Спасибо. Я в компании совсем чуть-чуть, всего 7 недель, но я хочу сказать, значит, ну, мужчина, может, это не столь важно, как женщина. Вот эти жучки я купила три года назад, когда я была очень такая стройная и женщина. Я их два года не одевала. Вот сегодня я их одела первый раз под эту блеску. Вот. Я, если кто заметил, я хожу в черненьких, да, которые на мне уже вот так болтаются. Я не соблюдаю диету, я не, у меня просто увеличилась двигательная активность. В 6 утра я встаю, у меня, как сказать, мне нет никаких обязанностей, как раньше, что это нужно. В 6 утра при любой погоде я встаю с удовольствием, меня радует все. Снег за окном, прекрасно шубу выгулевает. Дождь, зонтик сейчас один. То есть, вот Наталья Николаевна правильно говорила, вот этот общий тонус организма, вот это желание жить, двигаться, делать, и в 12 ночи, я откладываю книги в сторону и думаю, так, красота, страшная сила, надо засыпать. Спать совсем не хочется, но это надо. Я очень много двигаюсь, я успеваю сзади теперь сделать столько дел, что, ну я не знаю, вот честно говоря, у меня вот такое ощущение, что я вернулась на 12 лет назад, когда дверь встроенная красивая и скорее совсем с другого образа жизни, питания, фруктов, овощей, в Санкт-Петербург, вот, когда было желание дайте точку опоры, сдвинулись в мир. Ну еще хочу сказать, что, в общем, для женщин это тоже важно, но мужчины могут послушать. Вот когда ты встаешь, у тебя есть желание накрутиться, подкрасить глазки, сделать макияж, сделать там какие-то упражнения, вот это здорово. вот этот вот тонус, вот это ощущение жизни, ну вот это вот просто здорово, значит, так в отношении здоровья, как доктор скажу, артроз третьей степени, я, как Наталья Николаевна, пришла и начинала со слайда и стоп-боли, я замечательно двигаюсь, и на операцию совершенно левого коленного сустава идти не хочу, я так думаю, если я за 7 недель так бегаю, то через 6 месяцев я пойду, сделаю контроль и докажу своему доктору кандидату науку, что на нашем драже можно как раз драже. Ушел Ишиас. Я не страдала в Санкт-Петербурге лет с ним, периодически, как только Светка застудила и все. Вот. Что еще? Ну, в общем, вот трудно сказать все, я говорю, вот самое главное, вот это, знаете, ощущение жизни. Вот это такое да радостное ощущение. Вот. И вот правильно говорят, меняется, ты себя совсем по-другому чувствуешь, меняется отношение к себе, к жизни, к окружающим. Санкт-Петербург порвала. Ой, кошмар, вот это и дело. Офигеть. Сейчас я так. Ага. Порвалась. Значит, это повод собрать все, что там это сходить, давно пора было. Вот, понимаете, вот это вот ощущение позитива, положительности, это действительно дорогого стоит. И чем старше ты становишься, тем это более ценно. Вот. Это начинаешь ощущать более обостренно, потому что, ну, молодых, у них больше энергии, они больше общаются, тусуются. вот, а вот у нас уже, когда так снижен тонус, и когда вот это возвращается, это так здорово. Такие планы, так хочется это все воплотить. У меня уже такие грандиозные планы в отношении компании, себя и жизни. Вообще, это здорово, я считаю. И это действительно, Николай, она правильно говорит, дорогого стоит. И вот это бесценно, потому что все врачи, всю свою жизнь, ну, мы о конфетках не мечтали, конечно, но всегда мы вот это вот слышали и сами задавали себе вопрос, почему мы лечим симптомы, почему мы не действуем на первопричину, почему вот это мы не можем убрать. Наконец-то появился тот продукт, о котором мы всегда говорим, это то, что приводит самую нужную клетку в ее нормальное состояние. А остальное больше ничего не надо. Живая клетка восстановление микроциркуляции, а ваш организм, он такой умный, он умнее любых компьютеров, он при восстановлении микроциркуляции и нормального клеточного питания на самом всеком восстановлении. Спасибо. Первый продукт, который я приняла, в презентацию в Мисс Вета проектов, которые проводили презентацию, она мне что-то так раз назвала «На». Я говорю, «А что это такое?» Она говорит, «Витамины». И она мне дала витамины вот GTS. А я говорю, «Что я буду от этого иметь?» Она говорит, «Подрость». Я села и готовила слушать. Я чувствую, я засыпаю, я грубил. Просыпаюсь так, минут через 10, наверное, так, минут через 10, прошло. И думаю, «Ничего себе, да, вам не витамины, да?» Чтобы я это ходрою была, а я вообще вырубилась. Но прошло еще минут 10, наверное, и я вдруг поняла, что вот она ходрость наступила. А потом, я когда читала об этом GTS, оказывается, туда входит кофер лет 2-10. Те люди, у которых слабое сердце, а я знаю, что у меня слабое сердце, да? Ну вот, оказывается, в первую очередь человека нужно усыпить, для того, в сердце восстановиться. И я потом, когда давление, у меня всегда низкое было давление, измерила давление, давление нормальное. Но что самое интересное, у нас презентация была в 6 часов вечера. Я не спала от часов до 6 утра. Мне что-то хотелось чуть-чуть поделать. Я потом и гласула, а что это за средство, которое действует в 12 часов? Я не хотела спать в 6 утра. Ну хорошо, у меня такой рабочий день, когда я захожу туда иду. И я потом читала, что действительно GTS единственное средство из наших всех людей на роботе, которые можно принимать лучше до 5 часов вечера. До 17 часов. После 17, если вы примете, вы всю ночь будете работать по укусу. Мне бы еще хотелось, летом, будьте довольны, скажите, как это случилось. Мне очень нравится вот этот случай. У меня, на самом деле, еще один результат у вас. Значит, самый первый результат, самый глобальный, это то, что я избавилась от заикарки, слава богу, потому что это были такие дикие проблемы вообще, это поиск работы. На работе просто работодатели, они очень, ну, как-то относятся, да, к этому, ну, как-то плохо. Я не знаю, почему, да, но это вечно была какая-то проблема, да, будет устроиться на работу, а тем более, я работала с людьми, вот, в банке, да, постоянно, вот, и, соответственно, как бы, в состоянии это была дикая проблема. И моя любимая спонсор, Ирина Хаснулина, она мне подарила этот шанс. Реальный шанс, да, это было не сначала, да, как бы, то есть я вообще как релакс, я стала принимать не сразу, да, но она уже потом уже обстоятельства, она говорит, перед собеседованием приняй просто релакс, вот и все, да, и две недели я принимала релакс, и то не каждый день, да, вот, и у меня это такое чудо, это такой подарок вообще судьбы просто, я вот, честно, я признательна этому продукту, и Куликову, да, то, что он нашел этот продукт, это очень круто, вообще просто слов даже нет, да, вот, и недавно у меня еще один результат, значит, у меня вообще сочетали эти проблемы, значит, у меня было три узла, и, ну, и рыхлое, еще, как там называется, вот, по медицине, сфере, у них люди про медицину, вот, и я сделала буквально недавно УЗИ, вот, и у меня сейчас нету этих узлов, понимаете, врачи, они говорят, а как, ну, как же, а куда они вообще, где они, где они, они вообще не были в шоке, как вообще, ну, они обычно разрастаются, я так понимаю, ну, вот, я не знаю, но они говорят, что, ну, это вообще поразительно, вот, и в связи с этим я стала уходить в объемах, да, то есть, на романозе, гормональный баланс, все, и я стала в точеконечку, в точеконечку уходить в объемах, что меня тоже безумно прострадало, вот, это последнее, самый классный результат, у мамы тоже, у моей, очень хороший результат, у меня в трос, значит, ей собирались делать операцию, менять, представьте себе, тазобедренный сустав, вот, как его, ну, это вообще, как вообще, ну, вы, конечно, не издите, врачи, как вообще, даже, просто подумать даже об этом, трудно, отсоединить ногу, да, туда вставить, что там, ротолическое, и присоединить ее обратно, это же ужасно, вот, и я стала маме, значит, продать слайд, стол, аль, мэл, дроу, она была на бухгалтер, она, она, она сидит, да, она говорит, я, она сижу, я, нормально, хожу в бассейн, все хорошо, ну, еще, конечно же, есть воля, да, но, она будет кинаде, просто, она не сравним, ни с чем, вот, так что, ну, это шанс, как вечно, это просто подарок, это шанс, вот, берите и пользуйтесь, сейчас, спасибо, да, пожалуйста,